Библиотека имени Бориса Порфирьева отметила 70-летний юбилей. Созданная в суровые годы Великой Отечественной, библиотека и сегодня один из культурных центров Нововятского района. На праздники побывала наша съемочная группа. На юбилейном торжестве вспоминали историю библиотеки с самого рождения. В военной мастерской номер 608 собирали ручные гранаты. Но руководители не забывали и о книгах, которые помогали рабочим выжить в трудное военное время. И в 1943-м была создана библиотека. В послевоенные годы она развивалась, поступали новые книги, появлялись новые читатели. Десять лет подряд признавалась библиотекой отличной работы. Наша библиотека является таким своеобразным информационно-досуговым центром. Здесь люди приходят не только за книгой, за информацией, или воспользоваться услугами интернет. Здесь они общаются, для них проводятся разнообразные мероприятия. Мастер-классы, мне даже всего не перечесть. В 2010 году открылась новая страница истории. В библиотеке было присвоено имя писателя нашего земляка Бориса Порфирьева. Первую книгу он написал еще в школе печатными буквами. Сам и проиллюстрировал. Всю войну носил в вещевом мешке тетрадку, где делал записи к своим будущим фронтовым рассказам. Война, спорт и заводские будни – три главные темы Бориса Порфирьева. Поздравить библиотеку с юбилеем пришел и сын писателя. За это время, конечно, библиотека очень преобразилась. Ну, во-первых, похорошела. Сделали большой ремонт. Много новых появилось книг. И библиотека спортивный какой-то уклон получила. И то, что находится на улице местного известного спортсмена Пушкарева, это тоже очень символично и приятно. Утверждение ценностей здорового образа жизни – одно из основных направлений работы библиотеки. К юбилею здесь провели конкурс среди читателей «Спортивная страна» Бориса Порфирьева. Рисунки юных нововятичей представлены на выставке «Чемпионы на все времена». Валентина Палкина, Владимир Подлевских, Вести Киров. Валентина Палкина, Владимир Подлевских, Вести Киров.